Доброе утро, Церковь! После двухнедельного перерыва мы снова возвращаемся к нашей экспозиции. Я надеюсь, все мы еще помним, что мы изучаем Евангелие от Матфея. И на очереди у нас текст, повествующий об очень важном событии. Тем не менее, данным событием часто, ну не то чтобы пренебрегают, так, наверное, нельзя сказать. Ему даже выделяют особый день в году, и мы недавно отмечали его целых два раза. Я говорю о вербном или еще, как его называют, пальмовом воскресенье. Которое знаменует въезд Христа в Иерусалим. Так вот, данным событием не то чтобы пренебрегают, как я уже сказал, а скорее часто не придают ему должного значения. Или вернее, не видят особой важности и глубины смысла в этом. Я уже даже не говорю о суеверии тех, кто считает своим долгом побить друг друга вербными веточками, пытаясь изгнать там бесов или какие-то болезни, будто они этих котиков боятся. Нет, я об этом даже не говорю, но даже в евангельские христиане, в евангельских кругах часто не видят подлинного значения данного события, особенно на фоне предстоящего праздника Пасхи. Ну как бы, ну въехал и въехал, все же интересное будет позже. Тем не менее, это событие имеет огромное, я бы даже сказал, огромнейшее значение, как в контексте земной жизни Христа, так и в контексте всего Священного Писания. И мы сегодня попробуем это рассмотреть. Давайте прочитаем сам текст. Матфея, 21 глава, 1 стиха. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Ильонской, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне, и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, сец царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремные». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал, «Осана, осана сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осана вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Как я уже сказал, это очень важное событие. Недаром все четыре евангелиста подробнейшим образом его описывают. Но что делает его таким важным? Конечно же, мы не сможем в полной мере осветить все стороны данного события, данного текста. Я выбрал три важных момента, связанных с этим событием, которые мы и рассмотрим. И первое, с чего я хочу начать, это исполнение Божьего слова, исполнение пророчеств. Это очень весомый момент, и я бы даже сказал, имеющий принципиальное значение не только в данном отрывке, в данном событии, но и в нашем отношении с Господом в принципе, в понимании, в познании Бога и Его Слова. От самого начала творения и через всю историю Бог являет себя говорящим Богом. Он говорит, и из ничего появляется вселенная. Великому Богу, всемогущему Богу благоугодно открываться своему творению. Через свое слово, через Писание Он открывает свою сущность, свои мысли, свою волю, свои планы. Он говорит о своих прошлых, настоящих и возвещает о своих будущих делах. Библия, особенно Ветхий Завет, просто наполнена различными пророчествами. Из 39 книг Ветхого Завета 17 являются пророческими. Кроме того, множество пророчеств содержится в книгах Царств, Псалмах, в Пятикнижии Моисея и так далее. Даже Новый Завет, целые книги главы Евангелия, отдельные места в посланиях и целая книга Откровений являются пророческими. Каким-то пророчествам еще предстоит исполниться, но многие уже исполнились. И речь идет не о каких-то двусмысленных, непонятных изречениях, как у лжепророков прошлого и настоящего, которые толкуют как угодно, вроде гороскопов. Водолеев сегодня предстоит поездка за рулем, а козерогам завтра на работу. Нет, я не про это говорю. Речь идет о конкретных событиях и важнейших событиях в истории, предсказанных задолго до их совершения. О точных деталях, которые исполнились самым, что ни на есть, буквальным образом и с максимальной точностью. И это легко можно проверить, таких очень много. Например, пророчество, касающееся израильского народа, его происхождение, его истории, его отношения с Богом, падений, пленения, возвращения из плена, восстановления. Все это было предсказано и указано задолго до того, как это было с абсолютной, максимальной точностью, детально исполнено. Например, пророк Исаия где-то за сто лет до самих событий предсказал, что будет такой царь. И даже назвал его имя. Будет царь Кир, которого Бог, в свою очередь, использует в деле возвращения и восстановления своего народа. Помните, недавно мы по пятницам изучали книгу Ездры, где мы видим абсолютно точное исполнение этого слова. Еще много, много других пророчеств, о которых и исполнении которых мы можем узнать, как со страниц Писания в первую очередь, так и, если кому угодно, из каких-то светских, исторических источников. Но самая важная часть всех библейских пророчеств относится не к израильскому народу и даже не к храму. Самая важная часть относится непосредственно к личности, личности Мессии, личности Христа. Насчитывается более трехсот пророчеств, относящихся к Мессии, которые с точностью исполнились в Иисусе Христе. Например, в третьей главе пророка Малахи говорится, что перед Мессией придет тот, кто приготовит ему путь. Мы видим, что это исполнилось в Иоанне Крестителе. Иоанне Предтече. Далее Михей в пятой главе говорит, что Мессия родится в Вифлееме. Исайя говорит, что Христос родится от Девы. В книге пророка Захарии в одиннадцатой главе говорится, что он будет продан за тридцать серебряников. Мы даже видим точность суммы. И все это сотни и сотни лет до рождения Христа. Псалом 21 подробно в деталях описывает часы страданий Христа. Об одежде будут бросать жребия, будут делить ризы. И именно это происходит, когда воины как добычу делили одежды Христа. Из-за хитон, который был тканый, который был бесшовный и очень дорогой, чтобы его не рвать, они бросали жребий. Псалом 23 главе Исаии вообще является ярчайшим пророчеством, детально говорящим и заместительной жертвой Иисуса Христа. Отношение к этому людей, смерти, воскресенье и даже о том, как он будет погребен. И это лишь малая часть всех пророчеств о Христе. Давайте посмотрим на несколько пророчеств, касающихся событий нашего сегодняшнего отрывка. Во-первых, сам текст отсылает нас к пророку Захарии, который за несколько сотен лет очень ясно и детально описал абсолютно все, что произойдет. Захария, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом ослице и неподъеремный». Матвей ссылается именно на это пророчество. Это очень интересное пророчество, как, собственно, и многие другие. Интересно оно тем, что, как и многие другие, совершенно не вписывается в представление людей, а, напротив, даже ломает всякие шаблоны. И дело даже не столько в том, что он въезжает именно на осле, ведь, в принципе, это осел у нас, ассоциируется как-то немножечко негативно на востоке, там, в древнем Израиле, в контексте культуры, в которой мы находимся. Это вполне нормальное, можно даже сказать, благородное животное. История знала случаи, когда цари ездили на ослах, мы об этом еще поговорим. Но здесь говорится о молодом осле, осле необъезженном, который не знает ни седла, ни ерма. Он ненаучен, и таким невозможно управлять, поэтому такого не берут никуда отдельно от матери. Он везде ходит только за ней. Максимально неудобный транспорт, согласитесь. Людям невозможно было даже представить, что царь, царь царей сел на такого. Но именно необычность происходящего и должна была указать людям на то, что здесь исполняется точное пророчество. Бог позаботился о том, чтобы Израилю понять, кто едет на этом ослике. Конечно же, в этом есть и более глубокий, даже сакральный смысл. На этом ослике никто никогда не ездил. Он не знал ни седла, ни ерма, и это очень важно. Ведь по закону израильскому только то, что не было ранее в употреблении и никак и нигде не применялось в быту, было пригодным для священодействий. Все это говорило об особой святости момента. Это указывало на духовную священническую миссию Христа. Также можно провести аналогию того, что как этот молодой ослик ходит не туда, куда ему заблагорассудится, и не туда, куда поведут его люди, а лишь туда, куда идет его мать. Так Иисус не жил для себя и уж точно не ходил на поводу у людей, но покорно шел во всем лишь туда, куда вел его Отец. Я ничего не могу творить от себя сам, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца, говорил Иисус. Это единственное пророчество, о котором говорит нам здесь Евангелист. Но это не единственное пророчество, которое здесь исполнилось. Пророк Даниил в 9 главе пишет. Итак, знай и разумей с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки, семь седьмин и шестьдесят две седьмины. Цифра, о которой говорит здесь Даниил, составляет 483 года. Ровно 483 года месяц в месяц проходит от того, как Артаксеркс в 20-й год своего правления, в месяце Ниссан, а наши сегодняшние события тоже происходят в месяце Ниссан, как мы знаем, о чем мы можем прочитать во второй главе Ниемии, издает тот самый указ, о котором говорит Бог через пророка Даниила. Бог с математической точностью указывает на время тех событий, о которых мы сегодня говорим. Далее, в своей книге пророк Иезекииль пишет, как слава Божия уходит из храма и покидает Иерусалим на восток, останавливается над горой, которая находится на востоке. Какая гора на востоке от Иерусалима? Это Елеонская гора. И в конце своей книги он пишет, как слава Божия возвращается тем же путем с востока от той же горы. И мы считаем, что Иисус входит в Иерусалим со стороны Елеонской горы, которая находится на восточной стороне Иерусалима. И Писание не случайно на это указывает во всех четырех Евангелиях. Бог на протяжении многих веков тщательно готовил это событие, оставляя людям четкие указатели, что, как, когда должно произойти. И четкое, буквальное, точное исполнение Божьих пророчеств указывает на абсолютную достоверность Писания. Многие смотрят на Библию как не более чем поучительную книгу. А некоторые того хуже, как на сборнике некоторых мифов, пускай и содержащие в себе некие ценные идеи. Но Бог в контексте истории показывает нам, что Библия – это настоящий источник истины, в котором Он прямо-таки задокументировал все, что им было сказано, все, что им было сделано, дабы донести до нас Его благую весть и самым буквальным, что ни на есть смысл. Кроме того, Он показывает нам, что в нашей жизни нет мелочей и напрасных событий. Вся наша жизнь под полным контролем вездесущего и всемогущего и всеведающего Бога. К тому же мы можем быть абсолютно уверены, что как не символически, а буквально и детально исполнились все пророчества о первом пришествии Христа, точно так же буквально и детально исполнится то, что говорится о Его втором пришествии. Мы можем не сомневаться. Второе, что мы ясно тут можем увидеть, это то, что Иисус заявляет Себя как Царя. Он не говорит «Я Царь», но все предельно ясно. Иисус в принципе нигде, никогда прямо не называет Себя Царем. Даже Пилат, Он отвечает «Ты говоришь, что Я Царь». Однако тема Царства является чуть ли не центральной в Библии и в Евангелии от Матфея в частности. Оно начинается с родословной, которая указывает, что Иисус из царского рода. Далее, когда пришли волхвы к Ироду, они спросили, где родившийся Царь Иудейский. Затем мы видим, что Иоанн Креститель проповедует «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Затем, когда Иоанн Креститель был арестован, мы видим, что Иисус проповедует то же самое «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Потом он посылает своих учеников проповедовать о Царстве Небесном. Пилат, как мы помним, во время распятия дает указание прибить табличку, на которой написано «Царь Иудейский». Таким образом, тема Царства видна во всем Евангелии. При этом Иисус нигде не ведет себя как Царь. Ну, в нашем человеческом понимании, по крайней мере. Всегда скромен и смирен, всегда кроток, всегда передвигается в основном пешком, не имеет ни, собственно, транспорта, ни даже крыши над головой. Помните, как Он однажды ответил? «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где голову преклонить». «У Него ничего не было, и славы у людей Он не искал, а напротив избегал ее. Многих из тех, кому Он помог, говорил, иди, никому не говори». Не похоже на царей, согласитесь? По крайней мере, на тех, кого мы знаем. Если бы Он, наоборот, все греб под себя, а сделав на копейку, разносил на миллион, вот это да. Вот это настоящий Царь. Сейчас многие проповедники тоже имеют личные самолеты и проводят такие концерты, что просто диву даешься. Инвалиды-колясочники поднимаются и в футбол начинают играть. И они проповедуют о том, что раз мы верующие, раз мы дети царя, мы должны жить по-царски. У нас не должно быть ни духовных проблем, ни физических, ни со здоровьем, ни материальных. А если у вас есть такие проблемы, значит, у вас недостаточно веры. Но если мы читаем Евангелие, мы по их логике видим, что и у апостолов, и у самого Христа, видимо, было недостаточно веры. Иисус избегал напрасной людской славы. Его как-то даже пытались короновать после того, как Он накормил несколько десятков тысяч людей и многих исцелил. Иисус же, узнав, что хотят прийти и нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Ему не нужна людская корона. Ему не нужно лживое, ложное царство. У Него есть свое, царство правды и истины. И Христу было важно не получить от людей эту картонную корону. Ему важно было донести до людей, объяснить людям сущность Его царства. Помните 13 глава Матвея? «Царствие Божье подобно, царствие Божье подобно». Притча о сеятеле, притча о пшенице и плевлах, притча о зерне горчичном, притча о закваске, о сокровище, о жемчужине. Иисус объяснял людям принципы своего царства, которые не соотносились с их пониманием и представлением. Ему было важнее объяснить суть царства, чем представить себя царем. Однако здесь мы видим несколько другую картину. В эти предпасхальные дни в Иерусалим стекалось огромное количество людей. По подсчетам историков, по задокументированным данным, в эти дни в Пасхальной в Иерусалиме могло находиться до двух миллионов человек. Есть исторические документы, которые подтверждают, что где-то 250-260 тысяч агнцев было принесено в жертву тогда, в те дни. Одного агнца достаточно было приносить примерно на 10 человек, то есть свыше двух миллионов людей могло находиться в Иерусалиме. И в этой огромной массе людей Иисус создает атмосферу входа царя и ведет себя как царь. Помимо четкого исполнения пророчеств, о чем уже было сказано, мы видим здесь достаточно яркие и очень знакомые для иудеев образы. Он въезжает на осле. На ослах, как мы знаем, ездили судьи израильские. Также в Третьей книге Царств, в первой главе мы видим, как на осле въезжает Соломон в день своего воцарения, когда заявлял свои права на престол, точно так же, как Иисус. Ну, Соломон вообще ехал на муле, но это, в принципе, то же самое. Одежды постилали под ноги Иеуя в день его воцарения, как Иисусу. Кроме того, пальмовые ветви не были атрибутом Пасхи. Пальмовые ветви – это из праздника Кущи, который, согласно пророку Захарии, был связан с поклонением Господу, как царю. Все это достаточно ярко указывает на Иисуса, как на царя. Еще интересный момент с осликом. Для того, чтобы въехать на ослики, Иисус мог взять его где угодно. Купить, да даже вырастить заранее, материализовать, наконец, найти на дороге. Он Сын Божий, Ему все подвластно. Помните историю с рыбкой и статиром или с хлебами, которые он умножил? Он мог взять его где угодно, но он поручает своим ученикам пойти и фактически отобрать его у хозяев. Причем ни одного ослика, ослика вместе с матерью пойти и отобрать двух ослов у хозяев. Так сказать, реквизировать. Кто имел на это право? Кто мог так поступать? Это уже настоящий, причем показательный жест владыки, жест царя. При этом он отказывался от всего, что в глазах людей является атрибутом величия или атрибутом славы. Потому что для Божьего царства, для вечности это не стоит ничего. Коронация Карла Третьего обошлась более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов. Золотая карета, корона с бриллиантами, авиашоу и прочее, прочее, прочее. У Христа даже седла на ослике не было. Одежду какую-то постелили и все. Людям и тогда это было странно. Странно видеть, потому что привычной для них картиной была, когда цари въезжали на конях, как завоеватели, или на шикарных колесницах с полной пышностью. Но то, что Иисус сел на ослика, было не только большим актом смирения. Он этим выражал то, что Он мирный царь, Он царь мира. Но люди ждали другого царя. Люди ждали того, кто свергнет римское господство. Им больше не будет нужно платить, подать пошлины, налоги. Того, кто всех накормит, всех исцелит. Такими они представляли Мессию. Они ждали, что Он устроит им легкую, беззаботную жизнь, придя. Придя, воплотит их мечты, то есть станет царем их царства. Но в этот раз Христос пришел, чтобы предложить свое царство. Царство истины, которое им было непонятно, а потому и не нужно. И потому через четыре дня крики Асана превратились в крики «распни». И Иисус это знал, потому плакал, смотря на Иерусалим. И сказал, если бы ты, хотя все твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебя камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Это произошло в 70-м году, когда римские войска вошли в Иерусалим и разрушили город практически до основания, разрушили и сожгли храм, золото стекало, не осталось камня на камне за то, что не узнал день посещения его. Нам нужно помнить, нужно понимать, что когда Христос придет в следующий раз, Он придет не на ослике, Он придет, как написано, на белом коне, и Он придет не предлагать царство, а устанавливать его. И те, кто не принял его, очень сильно пожалеют, но будет уже поздно. Итак, мы сказали о том, что Иисус исполнил древние пророчества, затем сказали, что Он представил Себя как царя, и мы переходим к третьей части, к третьему моменту, связанному с этим событием. В те дни в Иерусалиме было огромное количество людей, происходило много всего интересного, кипела жизнь, весь Иерусалим готовился к великому празднику Пасхи, но что было главным из того, что происходило за эти четыре дня? Четыре дня с момента въезда Христа в Иерусалим и до его распятия. А главным было то, что в эти четыре дня, можно сказать, происходил финал конфликта или финальное столкновение между Христом и фарисеями, Христом и религиозными начальниками, Христом и народом. Но в чем истинная суть того, что происходило в эти дни? Давайте заглянем в книгу Исход и найдем там еще одно пророчество, которое самым буквальным образом исполнилось в эти дни. «Скажите всему обществу сынов Израилевых в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семейству, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овеса или от коз и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского». Смотрите, опять ясно предписан день. Иисус пришел в Иерусалим в день, когда выбирался агнец. Агнец, который должен, как написано, четыре дня находиться в семье. За эти четыре дня, за ягненком тщательно наблюдала вся семья, дабы в нем не оказалось какого-то порока или какого-то изъяна, ведь он тогда будет непригоден для этой сакральной жертвы. Четыре дня Иисус находится в Иерусалиме. Все эти четыре дня его проверяют все. Народ, фарисеи, книжники, понтипилат, пытаются найти в нем хоть какой-то порок, хоть какую-то ложь, хоть какую-то ересь. Это в буквальном смысле то, что делала каждая еврейская семья каждый год. И дальше было написано, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского. Иисус был распят перед всем народом в дни, когда в Иерусалиме находилось максимальное количество людей. Снова мы видим буквальное исполнение пророчества из книги Исход. И это это и есть третье, что я хотел отметить в этих событиях. Иисус являет себя избранный Богом Агнец. Спасительная, заместительная жертва за грехи людей. Именно так в свое время представил его Иоанн Креститель. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. И вот он входит в Иерусалим, как тот самый Агнец. Это главное. Это главный момент во всей его земной жизни. Именно поэтому он в первый раз за всю свою земную жизнь позволил себе некоторую торжественность в этом моменте, так не свойственную ему в принципе до этого. он знает, куда он идет. Люди только думают, что воздают ему славу, но слава его не в том, чтобы принять почести у людей, а в том, чтобы умереть за людей, умереть за грехи людей. Он пришел, чтобы решить главную проблему человечества, проблему человеческого греха. И через это спасти людей. Помните, что ангел возвестил Иосифу? Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Это спасение, которое дает нам Иисус, агнец Божий. Люди ждали от него чего угодно, но не этого. Они кричали «асана», что означает «спаси же». Это такая усиленная форма глагола в еврейском языке. Люди ждали спасения, но какого? У них были разные ожидания. Кто-то ждал спасения от каких-то политических проблем, кто-то от социальных, кто-то медицинских, кто-то продовольственных, но он шел решать главную проблему, которая являлась корнем всех остальных проблем, проблему человеческого греха. Люди не понимали этого, потому что на их глазах у них была пелена их греховности. Человек склонен не замечать свой грех. Люди вообще мастера в части самооправдания. Отговорок масса, каждый себе что-то подберет. Ну, все так делают, но что здесь такого? Другие еще хуже, бизнес по-другому не построишь. И только на Голгофе мы можем более-менее ясно увидеть то, кто мы есть на самом деле через то, что сделал для нас Иисус. Когда мы видим, кто мы, без Него в зеркало смотреть не хочется. Когда я понял, что сделал для меня Иисус, я практически возненавидел себя. Мне не страшно об этом говорить сейчас. Многие меня не знают, давайте познакомимся. Я 16 лет употреблял наркотики. Я воровал и грабил людей, я сидел в тюрьме. И мне нравилась эта жизнь. Я не видел в ней ничего плохого. Я считал, что я господин своей жизни. Единственное, что меня не устраивало, то, что меня иногда заносят на поворотах. Моя ненасытимость всегда играла со мной злую шутку. И что мне хотелось, это не избавиться от греха. Меня все устраивало. Мне хотелось научиться несколько его контролировать. Ну, чтобы не заносило. Но когда я понял, что для меня сделал Иисус, я возненавидел грех. Я возненавидел себя за грех. Я возненавидел себя в грехе. И вы знаете, я ненавидел себя не только за тяжелые вещи, которые я совершал, но даже за, не знаю, за каждый непробитый талон. Потому что за это умирал тот, которого не то чтобы я, которого весь мир недостоин. И знаете, если кто-то сейчас думает, что его маленькие грешки, которых никто не знает, лучше пахнут, чем мои, вы ошибаетесь. Любой грех одинаково смердит перед Богом. Любой грех воняет смертью. Любой. Иисус, огнец Божий, был, есть и будет единственным решением этой главной проблемы в жизни людей. И хотя люди и даже его ученики не понимали тогда, что в действительности происходит, однако Бог этими событиями явным образом указывает на истинную суть происходящего. И как бы направляет понимание людей, например, нас с вами, которые смотрят на эти события сквозь призму времени и полного откровения в Писании. Как мы видим, народ повсюду восклицал «Асана! Асана!» Что значит, это слово вообще здесь употреблено дважды, и дальше в тексте мы видим, что дети кричат «Асана!» По сути, это слово царило в воздухе тогда. Это была атмосфера, которая была наполнена наполнена все то время. Многие люди воспринимали и сейчас воспринимают это слово как некий призыв к хвале, типа «Аллилуйя!» Но, как я уже сказал, в действительности оно означает усиленную просьбу о спасении. «Асана вышних», то есть «спаси на», «спаси же», «спаси на небесах», говорится о спасении не земном, а небесном. Кроме того, здесь и далее говорится «благословен грядущий во имя Господне». Люди цитируют 117-й Псалом. Давайте прочитаем отрывок. «О Господи, спаси же! О Господи, спаспеши стуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Этот Псалом говорит именно о спасении пришедшим из дома Господня. Но не просто говорит о спасении, он оказывает на то, как именно состоится спасение. Читаем дальше. «Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника». Христос пришел из дома Господний как спаситель, чтобы самого себя принести в жертву и искупительную жертву за наши грехи. И Он это сделал. Бог это сделал. Искупил нас, заместил нас Своим Сыном. Главное, что происходило на Голгофском кресте, это не то, что там делали люди, это то, что там сделал Бог. Сын взял на себя грехи наши, а Отец вылил на него всю чашу гнева, которой достойны мы. Это невозможно понять, в это можно только верить. И верой принять ту победу, причастниками которой Бог по своей благодати сделал нас. Победу, которая уже сегодня гарантирует нам вечность, вечность с Богом, вечность в Царстве великого Бога. Слава Богу. Помолимся. Дорогой наш Господь, спасибо Тебе за Твою жертву, спасибо Тебе за Твое служение, Господь, за то, что Ты великий Бог, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, за то, что мы можем приходить к Тебе, Господь, видеть себя и искать в Тебе спасение. Благослови, Господь, нас всегда помни, насколько мы нуждаемся в Тебе, видеть, кто мы без Тебя, Господь, и стремиться к Тебе, для бы Ты жил в нас, Господь, а мы жили Тобой. Аминь. Аминь. Аминь.